Послушать лекцию, выпить кофе, научиться работать на современных станках. Все это теперь возможно в творческом индустриальном кластере «Октава», который открылся в центре Тулы. Подробности узнаем у Стаса Бернвальда. Он с нами на прямой связи. Стас, я вас приветствую. Расскажите, кто были первые посетители «Октавы». Коллега, здравствуйте. Творческий индустриальный кластер «Октава» — это очередной пример удачного сотрудничества бизнеса и государства. Госкорпорация «Ростех», правительство Тульской области и частные инвесторы еще в июне 2016 года подписали трехстороннее соглашение о создании кластера на базе легендарного завода электроакустических приборов «Октава». Создание креативного городского пространства, творческой образовательной площадки — главной задачей амбициозного проекта. В сентябре этого же года проект был представлен и президенту. Владимир Путин тогда поручил не только сохранить исторический завод, но и модернизировать его мощности, при этом развивая кластер. Давайте послушаем, как это было. Пришла идея на базе этого предприятия создать некий индустриальный класс, куда будет входить высшая технологическая школа, детский парк «Лампориум» и музей, уникальнейший музей с учетом наших здесь промышленных предприятий и урожайных в том числе, значит, странка строительства. Хороший проект может получиться и красиво, и интересно. Ну, стоит сказать, что завод «Октава», открытый еще в 27-м году прошлого века, действительно легендарный. Знаменитая группа «Ю-2» записывала свой альбом на аппаратуру именно этого завода. Владимир Высоцкий пел в «Октаву». Ну и, наконец, в 1961 году Юрий Гагарин тогда произнес свое легендарное «Поехали» именно в подшлемную гарнитуру, произведенную специально для первого космонавта. Менее чем за два года ветхое пространство, в котором располагался завод, преобразилось. Теперь это центр регионального притяжения, как говорят авторы проекта. Модернизируемые творческие площадки, техническая библиотека, инновационные лаборатории, где при помощи современного оборудования, любой, современных станков, любой может создать собственное изделие. Ну и изюминка такая здесь присутствует. Первый в России завод станка. Это в индустриальном кластере, прямо располагается на втором этаже, занимает большие площади. Благодаря современным мультимедийным технологиям, зритель будет максимально погружаться в индустрию, в индустриальную историю страны. Давайте послушаем, что об этом рассказывает директор музея. Это совершенно уникальный музей. Второго такого музея в России нет. Это абсолютно мультимедийный музей, который всегда обновляется. Он никогда не сможет устареть, потому что каждый раз мы можем заново смотреть через станок, опять-таки как точку входа, на очень разные пласты истории, литературы, архитектуры. Один из ключевых проектов кластера – высшая техническая школа, которая займется подготовкой работников промышленности. И как считает глава госкорпорации Ростех, это одна из главных и приоритетных задач кластера. Вот что он сказал. Совсем недавно в основном все шли на факультеты юридические, экономические и так далее. А вот в инженерные факультеты шло очень-очень мало людей. И для того, чтобы у молодежи появился интерес промышленности, к инженерным наукам, чтобы они захотели стать конструкторами, инженерами, да и рабочими, чтобы они пришли сюда не просто посмотреть, отдохнуть, но и чему-то научиться. И может быть у них, у кого-то из них появится желание потом прийти на наш завод. Частные инвестиции, вложенные в проект, составляют порядка 1 миллиарда рублей. И как говорят инвесторы, как считают бизнесмены, эти деньги с лихвой себя оправдают. Ведь кадр решает все. Давайте послушаем. Мы подготовим большое количество людей в высокой технической специальности, да. То, что на сегодня таких кластеров образования очень мало – это да. Да. Просто то, что мы инвестировали и ожидаем ли какие-то прибыли – нет. То есть мы скорее это делали, потому что это необходимо сделать. Творческий индустриальный кластер «Октава» начинает сегодня свою работу. Двери кластера уже открыты. Сегодня горожане могут прийти в музей, несмотря на то, что понедельник музей будет работать. Да, коллега, благодарю. Стас Бернвальд рассказал о новом культурном кластере в Туле. Мы продолжаем.